Продолжаем выпуск. Солома вместо бензина. Новосибирские ученые разработали горючее нового поколения. Ксения Бородкина о том, как превратить биологические отходы в экологическое топливо. Алексей Бычков в лаборатории каждый день проводит опыты в пробирках образцы отходов. Солома, шелухольна, щепа. Обычно это идет на выброс, но Алексей придумал, как эффективно использовать в качестве топлива. Идея в чем? В том, чтобы промодифицировать структуру, состав топлива так, чтобы оно выделяло больше энергии. Грубо говоря, костер горел ярче. Например, сейчас мы используем в качестве растительного сырья солому-пшеницу. Однако, если мы увеличим долю лигнина до 70%, это позволит нам увеличить теплоту сгорания на 30 и более процентов. А что позволит более эффективно его сжигать? Чем сильнее измельчишь сырье, тем лучше горит. Вот так перемолотая солома становится легко воспламеняемым топливом, которое при сгорании выбрасывает в атмосферу минимум углекислого газа. То есть экологически чистое по сравнению с другими видами топлива. И возобновляемое ежегодно в России производит больше 270 миллионов тонн отходов в растеневодстве и около 70 миллионов тонн в деревообработке. А это дезинтегратор. Аппарат, который помогает измельчать растительное сырье. Работает по принципу мельницы. Засыпаем в него опилки и на выходе получаем вот такой продукт, похож на пудру. Вот только в обычной печи такое топливо неприменимо. Для него нужны специальные горелки. Этим сейчас и занимаются ученые института теплофизики. Разработку нового биотоплива оценили на федеральном уровне. Команда новосибирских ученых стала победителем общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов «Энергия молодости». Такую награду получили только три проекта со всей России. Один миллион рублей пойдет на продолжение исследовательских работ над проектом. Ксения Обороткина, Алексей Погодин. Новости ОТС. Ксения Обороткина, Алексей Погодин. Новости ОТС.